В ночь на 26 декабря в районе военного аэродрома в Энгельсе в Саратовской области были слышны звуки взрывов, а также сработала система воздушной тревоги. Утром Минобороны России сообщила, что сбила украинский беспилотник при подлете к аэродрому, а в результате падения его обломков погибли три российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме. В российском ведомстве утверждают, что авиатехника повреждений не получила. В свою очередь, телеграм-канал база передает, что помимо гибели трех военных, еще четыре человека были госпитализированы. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На военном аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, способные нести ядерные боеприпасы. С этой базы российские войска также наносят массированные ракетные удары по Украине. От украинской границы до аэропорта в Энгельсе порядка 700 километров. До этого случая атаки БПЛА на аэродромы Дягилева в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области были зафиксированы 5 декабря. Телеграм-канал The Moscow Times пишет со ссылкой на свои источники, что, цитата, «вопрос диверсий обсуждался на совещаниях президента России Владимира Путина с силовиками. Они клялись, что подобного больше не произойдет, но гарантию на 100% никто дать не смог. Именно поэтому Путин в последний момент отменил большую пресс-конференцию по итогам года». Тем временем президент Украины Зеленский предупредил о возможном новом массированном ударе по Украине в канун Нового года. «В этом году осталось несколько дней. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла в этом году все, что могла, но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике. Я знаю, что темнота не будет препятствовать тому, что мы приведем оккупантов к новым поражениям, но мы должны быть готовыми к любым сценариям. Пожалуйста, в эти дни прислушивайтесь к воздушным тревогам». В этом же видеообращении Зеленский поздравил с Рождеством тех украинцев, которые празднуют его 25 декабря по Григорианскому календарю. А таких становится все больше. Поэтому во многих церквях Украины на минувших выходных проходили праздничные богослужения. Для многих украинцев война России против Украины стала поводом для смены даты празднования Рождества. «Вы знаете, я давно собиралась. Но после того, как побывала в оккупации в Гастомеле, я буду праздновать Рождество только со своей страной, с Европой. Я не хочу иметь ничего общего с оккупантами и врагами». «Рождество 25-го празднует весь мир, а мы как бы отстаем от всего мира. Мы должны идти в ногу со всем православным миром. И сейчас война. Она столько горя нам принесла. И мы не можем что-то делать вместе с Россией, находиться под ее влиянием». Это звонят колокола в Михайловском соборе в Киеве. Церковные общины Украины могут самостоятельно принимать решения, когда они хотят проводить рождественские богослужения. Верующим предлагаются обе возможности. «В этом году большая часть прихожан все-таки изъявили желание отмечать Рождество 7 января. И поэтому Церковь такую возможность предоставит. Так же, как Церковь дала возможность отмечать Рождество 25 декабря. Потому что Рождество Христово должно объединять. И мы стараемся, как Церковь, делать все, чтобы наши верующие были едиными во Христе». А это исполнение традиционных украинских рождественских песен, щедривок и колядок на одной из станций метро в Киеве во время воздушной тревоги. «Может, наши враги и хотели бы, чтобы мы сели и плакали над тем, что сейчас происходит. Но мы будем колядовать. Давайте вместе». «Это тот украинский стержень, который у нас не отнять. Это то, что позволит нам победить наш юмор и наши традиции». Из-за опасности обстрелов рождественские концерты также проводятся в подземных помещениях метро, как, например, этот Киевского оперного театра. «Херсон был занят российскими войсками в самом начале войны. Полтора месяца назад Украина вернула его под свой контроль. Теперь Россия регулярно подвергает город обстрелам. С Херсонщины наш корреспондент Игорь Бурдыга, который тоже после того, как российские войска оставили город, смог вернуться в родной Херсон. Сейчас он, как видим, на связи со студией. Несмотря на плохую связь, постараемся с Игорем поговорить. Игорь, последняя серьезная серия ударов по городу была нанесена, насколько я понимаю, буквально два дня назад. Какая обстановка сейчас?» «Привет, Марго. Да, действительно, 24 декабря, в канун Рождества по Григорианскому календарю, как его теперь многие отмечают в Украине, вот здесь вот буквально в паре сот метров от меня был обстрел с российских позиций, с левого берега Днепра. Весь центр города, вот несколько кварталов вокруг меня. Трудно сейчас понять, наверное, что я нахожусь в центре города, потому что здесь очень темно. В городе постоянное затемнение, вечером начинается и комендантский час уже, вот где-то меньше часа до него осталось до начала. Так вот, в субботу, 24 декабря, было два удара. Один утром, другой чуть позже. Вот буквально с 11 до 12 несколько снарядов из города упали сюда, в центр, возле центрального городского рынка, возле крупного торгового центра, который только недавно начал работать возле центральной площади, здания обуви администрации. Погибло много людей. Я приехал на место где-то через час. Трупы еще убирались с улиц. Тем не менее, херсонские предприниматели и горожане уже начали восстанавливать разбитые стекла и латать окна, стены, как-то это все закрывать. Но вот прошло уже два дня, и город все еще отходит от этого потрясения. Это была очень кровавая такая массовая атака в выходной день, днем, в тот момент, когда в центре города, в торговых кварталах максимальное количество людей, насколько это вообще можно в таком городе. Городские власти по-прежнему настоятельно рекомендуют херсонцам покинуть город. И в центре, это может быть еще не так заметно, но тут есть микрорайоны, которые находятся вдоль берега Днепра. Они находятся под обстрелами практически постоянно. Вот после субботы, конечно, интенсивность, можно сказать, немного снизилась. Если на прошлой неделе все говорили о десятках обстрелов в течение дня, и на самом деле артиллерия не смолкала над городами практически в течение всего дня, то сейчас их немного меньше. Утром были обстрелы, сейчас вот где-то вдалеке еще слышно, как работает артиллерия. Тем не менее, атмосфера в городе остается весьма угнетающей, и я еще раз повторю, городские власти пока что настоятельно рекомендуют всем уехать из города. Работают эвакуационные рейсы, эвакуационный поезд отвозит граждан каждый день в Хмельницкий, автобусы в соседние Николаев и Одессу, Кривой Рог и Кропивницкий. Могу? Игорь, просто что вот для понимания, ты сейчас находишься в центре Херсона, ты сказал, я так понимаю, что освещение отключено, ты стоишь просто под какой-то лампой, чтобы мы тебя видели. Правильно ли я поняла тебя? Да, 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 мне пришлось, да, ты абсолютно права, мне пришлось тут немножко покружить по центральным кварталам, чтобы найти вывеску рабочую и отчасти подсвечивать светом вот камерным из машины, чтобы кроме меня еще хоть что-то было видно, рассматривать особо нечего, действительно в городе действует режим затемнения и стараются не включать горожане свет. То есть вот это обычная обстановка, центр города, центр Херсона в вечернее время? Да, абсолютно пустые улицы, вот только изредка, как ты видишь, за моей спиной проезжают машины, я все жду, что это будет полиция, которая скажет мне, что я слишком много света зажег на улице, но, к сожалению, нашим зрителям не видно за мной здание обл. администрации, по которому на прошлой неделе тоже прилетело несколько раз градов, на дочери выходили короткий наш репортаж в фотографиях, про это случилось. Вот, обстреливают постоянно, поэтому меры предосторожности достаточно строгие.